Фитнес при свечах – это, возможно, романтично, но не совсем безопасно. Последние три недели посетители спортивного клуба «Поп-жим» вынуждены заниматься без света. Клиенты, купившие абонемент, уверены, что стали жертвой мошенников. Фитнес-клуб располагается на четвертом этаже торгового центра «Шоколад». Воду и электроэнергию здесь отключили за неуплату. Посетители, которые предпочитают заниматься по вечерам, нашли выход – расставляют по залу свечи. Я провела свое расследование, я посмотрела, элементарно забила в Яндексе «Попов Юрий Вениаминович», где была рассказана вся его деятельность. Начинал он свою деятельность на Украине, непосредственно там было открыто несколько клубов спортивных, которые также открывались, снимались площади, минимальный ремонт, как, в принципе, здесь мы это сейчас видим, минимальные вложения, всем обещались сауны, да, где-то он открывал сауны. Здесь он не открыл сауну, якобы ему арендодатель не дал добро на данную сауну. Юрия Попова посетители и администрация знают как директора клуба. В последнее время он здесь не появляется, а на связь выходит неохотно. В «Шоколаде» он прослыл недобросовестным арендаторам, по счетам платил с задержкой, а последние месяцы и вовсе перестал перечислять деньги. Поэтому руководство торгового центра приняло решение отключить свет и воду. В торговом центре «Шоколад Попджим» находится уже более двух лет. В декабре прошлого года в одностороннем порядке по инициативе «Фитнес Москва» был расторгнут договор на управление и эксплуатацию здания. В адрес директора «Фитнес Москва» неоднократно высылались уведомления о погашении задолженности, которая образовалась за период размещения. Здесь это более 300 тысяч рублей. На уведомления не было никакой реакции, оплата не поступала. Уже на входе появляются вопросы, как вообще надзорные органы разрешили открыть здесь фитнес-клуб. По словам администрации ТЦ, им за два года так и не предоставили технической документации. О правилах противопожарной безопасности здесь не слышали. Летом посетители фитнес-клуба могли даже подниматься на крышу торгового центра, мягко говоря, для этого не предназначенную. А уж десятки парафиновых свечей на легко воспламеняемом резиновом покрытии и вовсе не укладываются в голове. Во многих местах электропроводка сделана с нарушением всех ГОСТов. Также пересечения идут электропроводов и системы пожаротушения, что не допускается. Затем, опять же, в связи с запланировки, в случае возникания аварийных ситуаций, нет свободного доступа в электрощитовую, так как часть системы пожаротушения, дымоудаления и оповещения расположены в данной электрощитовой. То есть приходится персоналу, работающему в торговом центре, стоять ждать, пока девушки переоденутся или выйдут с душа, чтобы туда уже пройти и заняться непосредственной работой. Руководство здания старается мирно договориться с владельцем помещения ГОРЕ-клуба. Действенных механизмов воздействия у них нет. Все тренажеры в собственности у другой компании. Арестовать их в счет погашения долга не получится. Что же касается клиентов, то сейчас они в массовом порядке пишут заявление на возврат средств. Стоимость абонемента от 24 тысяч рублей. Правда, на чье имя не совсем понятно. Директор Попов юридически никакого отношения к ООО «Фитнес Москва» не имеет. Мы попробуем сейчас направить заявление непосредственно на ООО «Фитнес Москва», с которым был заключен договор. В зависимости от того, какой ответ мы получим от ООО «Фитнес Москва», если они действительно признают факт того, что да, этот клуб принадлежит им, что на данный момент в связи с приостановкой деятельности клуба они готовы возместить понесенные финансовые потери клиентам клуба, и они их возместят, тогда вопрос в принципе может быть закрытым. Но если получается так, что они уйдут от этой ответственности, то мы будем стараться дальше, наверное, коллективно писать какие-то заявления либо в Роспотребнадзор, либо в прокуратуру, либо непосредственно в милицию. Надежды на то, что ситуация исправится, нет ни у администрации «Шоколада», ни у посетителей. А этот сюжет просим считать официальным обращением в прокуратуру и Госпожнадзор, ведь очередной сеанс фитнеса при свечах может привести к необратимым последствиям.